Приветствую моих любимых зрителей, с вами Ариона и мы продолжаем выживать в Римворлде. Пытаюсь я оправиться после нашествия жуков, все в грязи, все в крови, все в трупах, просто кошмар что творится, куча раненых. Потеряли мы еще с вами в прошлой серии Антона, надо будет его захоронить. Хотела захоронить его в саркофаге, но саркофаг пока некому строить. Инфекция, заражение. У Саламандры обнаружена инфекция в правой руке. Так, Саламандрочка, только хотела на тебя посмотреть здоровье. Пулевое ранение из дробовика, правая рука, до сих пор не перевязали. Так, у нас главный медик Кимми. Кто у нас еще медик? У меня прокачан навык медицины до 11, а у Кимми до 16. Давайте-ка я у себя сейчас медицину уберу полностью. Я хочу провести операцию. Выживить Сереге ногу, потому что он не может встать. У него получается левая нога отрезана, ух, еще и недоедание, тебя никто не кормит. Так, Кимми, ты чем занимаешься? Лечит муфало. Давай-ка ты лучше перевяжешь первым делом Саламандру, оказать помощь. А то она лежит, у нее кровотечение. И Сереге сейчас назначим операцию. Устанавливаем самые лучшие медикаменты. Движения у него нет, хотя он в принципе здоров относительно, но встать не может, потому что ножек у него нет. Что-то добавляем. Выживить бионическую ногу, левую. Ну и будем надеяться, что операция пройдет успешно. К Тоши лежишь, что у тебя со здоровьем? Так, тебя перевязали. Правая почка уничтожена, это старая травма. Лексуа, это наш гость. Тоже перевязали, все отлично. Саламандру лечат. В Саламандре мы можем пересадить еще одно легкое. У нас есть легкое. Но сначала надо заняться Серегой. Куча трупов лежит. И у нас, ребята, еще очень холодно. Очень холодно внутри помещения. Так, а почему же здесь у нас не идет строительство? Области. Домашняя область. Кажется, знаю почему. Знаю, ребята, почему. Разрешение. Потому что я разрешила всем ходить только в домашней области. Давайте-ка поставим неограниченно. И то же самое с животным. Пусть гуляют. А то у нас в прошлой серии завелись вот здесь жуки. И мы кое-как с ними справились. Просто жесть была. Все, теперь строительство у нас пойдет. Надо будет здесь поставить дверки, стеночки. Скорее всего, холод отсюда проникает. У нас тут дверей нет. Внутри медицинского комплекса, медицинской комнаты, температура 14-13 градусов прыгает. Такими чем занимаешься? Пошла надевать вязаную шапочку. Замерзла. Да, холодно. Иди одевайся. Ты у нас самый хороший медик. Я на тебя очень надеюсь. Постарайся. Пошла отдыхать. А как же Серега? Как же операция к имми? Ладно, давайте мы дадим ей выспаться. Пусть она отдохнет, выспится. И потом со свежими силами будем проводить операцию. К Виталю. Кушать готовит. Виталий, неужели тебе нечем заняться? Виталий у нас главный строитель, но почему-то он не хочет строить. Дверь из песчаника. Блоки песчаника у нас есть, все есть. Посещает могилу. Виталий, тебя насильно заставить работать? Давай хотя бы дверь сделай нам. Иди работай. А то у нас тут холодно, мы замерзаем. Так, внутри минус 20. Раненый муфало. Перебинтовать, перебинтовали. Я думаю, раны заживут на животном. Выздоровеют, все будет нормально. А саламандра у нас с инфекцией. Заражение поверхностное. Вообще, мне в комментариях писали, что перед операцией можно дать пациенту вот этот вот гоу-джус. Чтобы понизить его сознание. Чем меньше сознание, тем больше успех операции. По крайней мере, я так прочитала в комментариях. Но вот как его заставить скушать этот гоу-джус? Потому что Серегу я поднять не могу. Так. Только выпить можно. Ну ладно, проведем тогда операцию обычную. По стандарту. И будем надеяться на успех. Кто у нас вообще на ногах? Тоша? Тоша. Тоша в стрессе. Социально расслабляется. Бедняга, жалко его. Мой друг умер. Х2H. Сестра у него умерла, которая пришла на помощь в прошлой серии. Беспокойный сон. Отвергнут кими. Бедняга. Сон на холоде. Ужасная спальня. Тоша у нас страдает больше всех. Так. У меня, в принципе, все нормально. Буду лечиться травками. Нечего на меня хорошие медикаменты тратить. Как нужды. Отвратительное место. Ну да. Потому что не хватает уборки. Давайте-ка мы сейчас кого-нибудь на уборку поставим. Уборщик. Хотя у нас два уборщика есть. Кимми. Кимми занята. Лойс. Лойс у нас главный уборщик. Он же и ремонтник. Он же и фермер. Да. Так. Тоша. Может быть, Тошу на уборку поставим? Временно. Пусть немножко здесь кровь приберет. И грязь. Что там у нас с операцией? Кимми все еще спит? Время ускорим, ребята. Че бабахнуло? Психокорабль. Большой фрагмент древнего судна упал неподалеку. Ваши поселенцы невольно измельчатся. Дубин сознания подталкивает их совершить немыслимые вещи. Должно быть, на борту корабля находится действующий искусственный интеллект. С невероятной психической силой. Явно настроенный недружелюбно. Уничтожьте его как можно скорее. Блин, вот этого только нам сейчас и не хватало. У нас и так все инвалиды, все избитые. Таким и все еще спит. Давайте проведем операцию, потом будем заниматься этим психокораблем. С одной стороны хорошо, что он здесь упал. Можно будет пострелять вот из этих ворот. И тут у нас еще есть турельки. Че смотря кто вылезет из этого корабля. Боюсь его трогать. Так, Виталия, жука понес? Дверь сделал, сделал. Молодец. Внутри минус 9. Температура немного повысилась, но все равно холодно. Обогреватели у нас не справляются, ребята. Надо хотя бы костров наставить. Ну, у нас опять этого дерева нету. Лисичка убила белочку. Может быть, вручную немножко дерева набрать. Выросла на 53%. 49, 49. У нас и деревья не успели вырасти. 12%. 24. Ой, ужас какой. Не думала, что будем так нуждаться в древесине. Так, вот нашла. Дерево 74%. 53 срубим. Тоже срубим. Кимми все еще спит. На грани. Ух ты, блин. Нужды твои. Недоедает. Ужасное самочувствие. Равнодушие. Носит лохмоть и гадкое место. Отвергнута Тошей. Это они друг друга отвергли. И расстроились из-за этого. Психозонд. Только бы не было нервного срыва у Кимми. Иначе операцию придется проводить мне. А у меня медицина не очень хорошо прокачана. По сравнению с ней. Давайте-ка еще время ускорим. Пусть она выспится. Пусть она покушает. Немножко успокоится. И прооперирует. Не буду ее торопить. Так, все. Операция пошла. Кимми, постарайся. Пожалуйста. Провалилась операция. Зараза. Не получилась, ребята, операция. Мы потеряли ногу. Бионическую. И Серега у нас все так же и валяется. Плюс еще и порез. Хирургический на торсе. Наркоз. Но можно попробовать поставить ему деревянную ногу. Иначе он так и будет у нас лежать. Неудачная операция прошла, к сожалению. Тоша, пойдем воевать. Надеюсь, отобьемся. Так, а Тоша у нас безоруженный. Безоружие совсем. Бери снайперку. Медленная она очень, но... Ну, надеюсь, что пойдет. Что у нас еще есть? Пистолет есть? Дробовики есть? Так, Тоша, к бою. Иди сюда. Виталя. У тебя дробовик. К бою. Беги сюда тоже. Или лучше в эти двери. У нас бойцов больше нету. Сражаться некому. Разве что я еще могу побоевать. Давайте-ка. Сейчас будем напуливать. Посмотрим, что получится у нас. Тоша. Стрелять. Виталя, стрелять. Офигеть, сколько их там выскочило. Уходим, уходим, уходим. Обалдеть. Это жесть. Ой-ой-ой-ой-ой. Наши турельки не справятся. Нам конец. Это наша смерть. Уходим, уходим, уходим. Прячемся. Лойс, куда ты прешь? Так, одного мы подбили. О, еще жирная гусеница идет. С пулеметами. Так, а мы отсюда не достаем. Надо куда-нибудь спрятаться. Так, нет-нет, отсюда бегите. Виталя. И то, что сейчас капут будет. То, что вот сюда спрячься. Да, ребята, это без вариантов. Лойс, убегай. Поздно. Капец. Женец. ХП почти целые. У этого наполовину раненый. И очень большая жирная гусеница. Так, пойду-ка я вот с этих... Хотела с этих дверей, я сюда не пройду. И то, что подстрелили. Все, ребята. Мне кажется, это наш конец. Хотя я чувствовала, что долго не проживу. Все было очень плохо. Даже если бы мы не стали атаковать этот корабль, мы бы просто сошли с ума. Пойду попробую пострелять. Кто у нас еще? Кимми. Кимми, спасай Лойса. Саламандра валяется. Надо еще Виталию спасти, Тошу спасти. Ну да. Отлично. Просто отлично. Меня пристрелили сразу же. Ой, беда. Смертельные болезни. У Саламандры. Так, сейчас спасем еще Виталия. Спасем Тошу. И боюсь, что мы будем умирать. К тому же у нас свободно ходят по территории жнецы. Но мы троих вынесли. Почти троих. Но вот эта жирная гусеница, я с ней не справлюсь. Кимми, спасай теперь Тошу. Тошу только с больничной койки. И снова на больничную койку. Ну что, ребята. Играла я вообще первый раз, как бы, в 15-й Альфе. Опыта у меня мало. Ой, блин. Кимми подстрелили. Сейчас Виталия не дадут забрать. Давай, Кимми. Давай. Ай-яй-яй. Что теперь делать-то? Серега не встанет. Саламандра на грани. Саламандрочка, спасай Тошу. Хотя это уже бесполезно. Я думаю, это конец, ребята. Мы не выжили. Так, Саламандра на грани. Глубокое заражение в левой руке. Иммунитет выработан на 90%. Так, теперь давай спасай Кимми. А Виталия мы не достанем. Он под охраной жнеца. Саламандра. Что с тобой? Ты упала? Саламандра упала. Здоровье у Тоши. Перевязать некому. Так, что делать-то? Лойс. Лойс. У тебя есть медицина? Да, у тебя такая медицина. Единичка всего лишь. Давайте поставим на первое место. Подлечи-ка, пожалуйста, Тошу. Оказать помощь. Сам раненый истекает кровью. Саламандра не дошла у нас. Просто упала. Электричество кончилось. Замерзаем, лежим. Ох, какая игра все-таки жестокая. Вызывает жуткую депрессию. Когда такое происходит. Виталий еще жив. Валяется на холоде. С пулевым ранением. Давайте-ка ускорим немножко. Так, Лойс. Долечи-ка ускорим. Лойс долечивает Тошу и спасает Саламандру. Сломлен. Он никого уже не спасет. Ужасное место. Лойс сломлен. Я не могу им управлять. Ему очень плохо. Давайте еще ускорим. Нужно лечение. Лойс, приди в себя. Саламандрочка проснулась. Очнулась, очухалась. Спасай Кимми. Скорей, скорее, скорее. Скорей. Что там? Решили добить мою альпаку. Чтоб не мучилась. А, кабанчик у нас тут еще припасы носит. Работает, старается. Тоша умер. Тоша не выжил. Вот блин, как печально-то. Просто сердце кровью обливается. Как жаль. Саламандра, куда ты поперла? Спасай, Виталия. Быстро. Саламандра убегает. Ну, правильно, убегай. Так, работа. Давайте-ка мы ее врача поставим. И полечим Кимми. Показать помощь. Она решила спасти Виталия. Я ж тебе сказала. Кимми сначала. Перебинтуй. Быстренько убегай оттуда. Это конец. В голову. Попадание в голову. Хотя написано, что в торс. Челюсть отстрелена. Теперь она, по-моему, и кушать не сможет. Нужно лечение. Что, ребята, будем смотреть, как наши колонисты потихонечку умирают. Серега, ты еще жив? Почти сломлен без сознания. Он, наверное, голодный. Да, Серега у нас голодный. Покормить-то некому. Но некоторые у нас уже отмучились. Тоша умер. Лойс умер. Антон умер. Женя умер. Роман умер. Саламандра, здоровье. Иммунитет выработан на 100%. Нервный срыв. Кимми взбесилась. И пошла бить Саламандру. Саламандра, убегай. Так, ну что, кого? Муфало? Кимми или Кимми Муфало? Кто кого напинает? Скорее всего, Муфало? Да, Муфало победила. Пойдемте еще раз Кимми спасем. А, она сама очухалась, встала. Здоровье. Так тебя и не перебинтовали. Легла прямо к Тоши в кровать, к трупу. Нет, ребята, я уже не могу на это смотреть. Это ужас. Мы просто сейчас будем медленно умирать. Особенно вот из-за этого корабля. Мы ничего с ним не сделаем. Давайте, наверное, мы на этом тогда закончим наше выживание. Закончим эту серию. А то у меня, правда, уже сердце разрывается на это все смотреть. Виталий вот лежит тоже весь в крови. Почти сломленный. Так что я с вами прощаюсь. В следующий раз, думаю, будет лучше все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok